Гумистинский мост – знаковое место для жителей Абхазии и достопримечательность для туристов. Поддерживать на должном уровне его техническое состояние и внешний вид удается за счет финансовых поступлений в Дорожный фонд. Чем больше денег в фонде, тем больше мероприятий удается проводить Абхазавтодору здесь и на трассах республиканского и местного значения. Но в последнее время поступления в Дорожный фонд сократились. Возможно, ситуация связана с распространившейся информацией о том, что в скором времени обязательно ежегодный техосмотр будет отменен. Многие водители, посчитав нецелесообразным платить за ненужную в будущем процедуру уже сейчас, и решили техосмотр не проходить, не подозревая, что при этом они уклонились от уплаты налога. Данный налог связан с техническим осмотром. То есть, в каком смысле? Это совершенно разные платежи. Вы, наверное, в курсе, что за технический осмотр платят 80 рублей. Все эти средства уходят в бюджет республики. А с суммой от налога бюджет автодороги. Чем они связаны? Значит, технический осмотр является механизмом контроля за уплатой данного налога. Разговор об отмене техосмотра эту схему поломал. Вместо ожидаемых 2 миллионов в бюджет с фонда с налога на владение автотранспортом поступило 808 тысяч. Это более чем в два раза меньше, чем в июле прошлого года. А ведь на законном уровне техосмотр необходимая процедура. До данного момента техосмотр, как проходили владельцы автотранспортных средств, организации, учреждения, собственники, также проходят. Просто прошло ослабление после, опять же говорю, информации, что просочилась по прессе, это на совещании в МВД. В МВД президент сказал, что будет отменен. И мы так жестко на это не стали обращать внимание, не наказывать крестьян за то, что он не прошел техосмотр. Просто предвлуждаем, чтобы он пришел и сделал техосмотр. Возможно, из-за того, что ГАИ не стало жестко реагировать на отсутствие талона техосмотра, автовладельцы утвердились в мысли, что проходить его, а значит и платить налог нет необходимости. Это и стало причиной того, что в фонде недосчитались 1 миллиона 200 тысяч рублей. А ведь рассчитывая на эти средства, дорожники запланировали ремонтные работы. Если это так продолжится, то к концу года мы будем иметь плачевный результат. Будут приостановлены проекты, объекты, утвержденные, финансирование проектов и объектов, утвержденных кабинетом министров Республики Абхазия. Например, в Нижней Шере уже завершается ремонт проселочной дороги. Нет, ее не будут асфальтировать. Полотно здесь засыпают карьерным камнем, утрамбовывают, прокапывают обочину. Это тоже довольно трудная и финансово емкая работа. Мы сделали первоначальную планировку, сделали первичную подсыпку. Мы спустились практически до конца. У меня кюветы обработаны. То, что не обработано, то, что что-то подсыпалось, засыпалось, грейдер обратно возвращается и все прочищает. Уже в понедельник эта проселочная дорога будет полностью отремонтирована. Ведь практически без перерыва работали здесь местные строители. Но сможет ли Дорожный фонд оплатить эту работу, еще неизвестно. Но запланирована работа здесь, осилим мы его, я надеюсь, где-то на 600 тысяч рублей. Вот по Сухумскому району. То есть работа началась, а денег пока еще нет? Да, денег не было. Но подрядчик нас понял, механизмы у него есть, топливо, видимо, в долг взял. Люди, которые у него работают в основном местные, так что они тоже не были против. 80% финансовых средств Дорожного фонда перечисляется в Абхаз Автодор. На эти средства организация делает мелкий ремонт. За счет них в том числе финансируются подготовительные работы к реконструкции обвалившегося в ошире участка трассы Псоу-Сухум. Проведена разметка сплошной полосы и осуществляется расширение дороги. Это временное мероприятие для того, чтобы объезд был безопасным. Вот залит бетон где-то на 220 метров. И вот мы ближе подходим к лотку. А здесь уже можно посмотреть на место. Уже лоток очищен. И планируется, значит, забетонить водоотводной лоток вдоль дороги. По словам директора Абхаз Автодор Леонида Лолуа, сохранять этот участок трассы в рабочем состоянии удается только благодаря средствам Дорожного фонда. Это очень важно, потому как к капитальному ремонту приступить пока не удается. На это требуются очень большие суммы, которые будут выделены из республиканского бюджета. Непонятно, почему вдруг уменьшились. Хотя и транспорт, и расходы горюче-смазочных материалов абсолютно, наверное, не уменьшились в нашей республике. Вот вы видите, сегодня практически идет железный поток в две стороны. Но должны быть какие-то доходы. Это же дорогу надо постоянно поддерживать. За счет собираемых фондом средств обочины дорог окашивают и очищают от мусора. Наносят разметку, чинят ограждения. Этим занимаются дорожные бригады, работникам которых выплачивается зарплата. В автоторе нет никакого средства. Я не знаю потом, как будем держать дорогу. Ниоткуда мы нигде не получаем. Мы всегда... Только дорожный фонд нас обеспечивает. Я уже сколько лет знаю, и все, и чистки, и где-то что-то делаем. Дорожный фонд формируется из двух источников. Налога на реализацию горюче-смазочных материалов. Это 5% с разницей оптовой цены и розничной. Сумма поступлений по этой статье составляет примерно 30 миллионов рублей в год. Второй источник – налог с владельцев автотранспорта, который взымается при прохождении техосмотра. Если его все-таки отменят, то необходимо продумать механизм взымания налога другим путем. Потому, как показывает практика, от его уплаты достаточно просто уклониться.